Дорогие друзья, вы ждали, вы просили, вы голосовали. Это Мабет, Мюстер Арсений, со мной Рома. И у нас здесь бой, который вы выбрали. Да, действительно, действительно. Здоровый сенатор. Как я тебе сейчас и рассказывал перед видео, была интрига. Реально была интрига. И вначале довольно уверенно выигрывал очень интересный поединок. Ну, реально интересный, на мой взгляд, один из самых интересных на этом турнире. Азик Дулгарян против Кристиана Родригеса. Но потом люди передумали, да? И они начали голосовать за Миршерда и Барберину. И в комментариях тоже писали, что нужно голосовать за этот бой. Ну, окей, друзья, то, что вы выбираете, то мы и голосуем. То, что мы и голосуем, да? То, на что вы записываете разбор, за это мы и голосуем. Вот так вот я-то расскажу. И вы здесь вот этот бой выбрали. Я замечу, что весь турнир UFC уже разобран в бойцовском клубе. Как я и обещал, да? Я быстренько все это дело доделал, записал. И во вторник уже утром все было готово. И ребятки, которые там есть, уже насладились разбором. И уже размышляют, да? Думают, сопоставляют свое мнение. Это прикольно, это хорошо. Так что присоединяемся в бойцовский клуб. В описании, в закрытом комментарии, ссылочка. Там огромная видеотека, буквально вот тоже на днях мы там далили все недостающие турнирчики. Поэтому спокойно можно там готовиться без всяких файт-пассов, без проблем. Это, кстати, бесплатно, если что. Ну и, конечно, с точки зрения ставок, если вам что-то нужно, обращайтесь к нам. Разберемся, подберем. А сейчас поговорим про ваш выбор. Да, выбор, так сказать, альтернативный, особенный, солнечный. Да, вот, потому что, ну, не знаю, как бы, с одной стороны, есть более-менее известные люди. Там финалист Таффа Брайан Бэттл, да, там Андреа Луза, интересный боец, который дал бой Мадалене. Сэмприул, выступающий миллиард лет, Кэнджич Кву, который в бои, как всегда, просто, либо смех, либо грех, либо очень интересно, да. Ну, посмотрите, да, просто поединки. Ну, у человека пару боев только диссижненом закончились. Наверное, интересно. Нет, не интересно. Нет, не интересно. У нас есть, там, Кристин Родригес, есть Исанка Дулгарян. Нет, не интересно. Нам интересно, вот, Миршерт, Барбарена, вот эти вот люди, нам интересно. Барбарена, инвалид, вот, который, там, попал в катастрофу, в аварию, да, там, весь переломанный, пережеванный, вышел, там, как старый хуй, просто, этот, с Джейсоном Витом в 21-м году, про хвостового времени, уже миллиард просто столетий целое, да. И Джаред Миршерт, такой же старый хуй, которому, там, 37 лет уже, вот, который вообще всю карьеру, там, чередует победы, поражения, которого подкидывают людям, чтобы, так сказать, дать небольшой толчок вперед, да. И вот теперь два этих просто одиночества столкнулись в бою за то, что... Что... Короче, за то, кого уволят, походу, потому что оба находятся на такой не очень хорошей серии. Скорее всего, у кого-то заканчивается контракт, предположу, да. Вот. Миршерт находится на серии из двух поражений, да, Андре Петровский и Джой Пафер. Бойцы, мягко скажем, непростые, да. Петровский борец с панчем, Джо Файп, Пайфер борец с панчем. Вот, ну, как бы, нормально, нормально. Кому поиграл Брэн Брэберрэна? Бам-бам-бам-бам-бам. Махмуду Мурадову, Гуннеру Нельсину, Рафаэль Дусанюсу. Вроде бы топы, но вроде как бы и не Пайфер, и вроде бы как бы и не, кто там еще, и нет. Ну, с Петровским, наверное, можно что-то сравнить, более-менее. Ну, как бы, вот, получили в итоге что? А, непонятно что. Вот, казалось бы, Брэберрэна ему 34, ведь помоложе. А, ему не дать сказать, что он прям лучше, интереснее, дышит лучше. Он стал уставать заметно, да. Его партер вообще никогда не был хорошим, если вы помните, этот великолепный филигранный грэплинг с Эйджем Норкотом. Да, помните? Великолепный, у меня перед глазами стоит просто. Вот. Ну, у человека поражение в борьбе, поражение армбаром и поражение с Абмишином. А Рафалиду Санис по нему ни одному удара, по-моему, не нанес. Я помню. А зачем? А зачем, действительно? Зачем это красиво просто. Ему дают Джеральда Мишетта. Ну, как думаете, бой пройдет вообще? Ну, Джеральд Мишетта фаворит. По делу, конечно, по делу. Вот. А Джеральда Мишетта фаворитом давно видели вообще, парни? Помним? Когда последний раз он был фаворитом? Я не помню. Я реально не помню. И вот как-то получается какой-то диссонанс, да, возникает. Вот вроде бы Джеральд Мишетта должен сабнуть. Вроде все очевидно и просто. Но Мишетта мы давно не видели фаворитом. И, наверное, неспроста, да, потому что, ну, у человека определенная пробитость есть. Человек допускает кучу ошибок, да. Человек рискует явно в боях. Не самая лучшая защита. И в целом нельзя сказать, что у Брайана Барбарена нет панча. Потому что Махмуд Мурадов в стойке хорош. Гонор Нельсон в стойке хорош. Рапаэль Дусани в стойке хорош, да. Нельзя сказать, что эти парни не могли, типа, ну, сильно уступали какому-то компоненте в стойке. Джеральд Мишетт, да, он как бы нашел тайминг, нашел способ вот тем, что у него есть пользоваться. Но я до сих пор не могу сказать, что его стойка, она хорошая. То есть, если понимать, как он работает, если не лететь, как у насилия на него, да, если понимать, как он работает, то разобрать его возможно. И из этого уже получается, что, ну, не такой уж он и хороший фаворит, да. Потому что, ну, с одной стороны, да, он может действительно перевести и сабнуть, сделать это легко. Это определенный, может быть. Но с другой стороны, а кого он переводил? И сабл. Вот так, чтобы перевести сам и сабнуть. Ну, можно вспомнить, по-моему, Махмуду Мурадову, да. Вот, Роман, что думаешь? Ну, а что думать, сенатор? Ну, Мишетт выиграл Махмуду Мурадову, как Барбелена проиграл Махмуду Мурадову. Ну, что, еще, пишите мне комментарии. Всем спасибо, как бы, что просто в очевидном бою какую-то аналитику требуешь. Типа, у нас открыто топ-полджи, что ты хочешь? Вот, а так, конечно, я сейчас посмотрел, и действительно, очень-очень давно, а последний раз был Мишетт фаворитом, да, ну, вы сейчас могли это сами на экранах видеть, с этим, с Дастином Штольфусом он был фаворитом. А, кстати, вспомним, он хороший бы вообще со Штольфусом проводил? Вот он с третьим сабнул, а вот, а до третьего как было вообще? Типа, там 1,40 с чем-то было, он, ну, на этот кайф был, нет? Вот, как бы, поэтому, конечно, подумать стоит. И при этом, я не говорю, что, ну, как бы, давайте рассмотрим Барберену, потому что Барберена просто как инвалид выступает, вот, без неуважения, там, без оскорбления, вот, ну, просто вот он выглядит, просто как старый инвалид, реально. И это как раз-таки произошло после проблем со здоровьем, после, вот, ну, как он там рассказывал в интервью, какого-то там кровоизлияния в брюшную полость, там, его чуть ли не с того света вытащили, зашивали, вот он камбэкнул с Витом, и вот оттуда началась вся вот эта вот его череда из довольно-таки печальных боев. Джейсон Витом, просто, мажорити, где он потрясал, его потрясали, да? Он в лужу падал, ну, типа, Джейсон Вит, ну, это откровенный пробитоз, а ты откровенный нокаутер. Но при этом, как бы, почему-то было крайне, прям, крайне тяжело, и он вообще этот бой проиграл, да? С Виксом он сумел камбэкнуть в третьем, да, он там передышал его. С Мэттом Брауном бой двух дедов, причем, я считаю, он не выиграл даже этот бой. Ну, ладно, окей. С Робби Лоулером бой двух дедов, ну, ладно, прошел, да, Робби Лоулер. Ну, и опять же, ну, Дусанис, ну, нет, ну, он, знаешь, он неплохо трепахался в партере первый раунд. Ну, там, отзащищался, не дался сабнуть, ну, это закончилось, это не продолжалось долго, да? С Гунаром Нельсоном, я тебе так скажу, он неплохо защищался от удушки сзади. Но Гунар Нельсон умеет делать не только удушку сзади, да? И, соответственно, тоже это для Барберена стало сюрпризом, да, что в джиу-джитсу еще что-то существует. Он такой, блин, я готовился к другому, типа, почему ты это делаешь? Ну, опять же, с другой стороны, вот, например, с Мурадовым, вот, я пересмотрел бой, вообще-то он не сильно плохо Барберена смотрелся. Но, возможно, дело в Мурадове, я не уверен. Возможно, потому что Мурадов сам после простоя был, да, в этом поединке, и он сам устал ужасно. И он все-таки сумел заборцевать Барберену, запереводить, но выглядело прям, ну, довольно конкурентно, если честно, неожиданно. Я думал, что у Мурадова, по идее, более уверенно, да, пройдет. Вот. Ну, и действительно, Мишард сам не очень переводит, да, ребят. По поводу стойки, стойка у него, как мне кажется, весьма хорошая. Единственное, что заигрывается, он заигрывается. И, в принципе, один пропущенный удар абсолютно у него всегда может поменять ход боя, что, кстати, было и с Андре Петровским. Вот он проиграл с плитом, он этот бой выигрывал, он бы его выиграл, да? Но случился один пропущенный удар, да, жесткое потрясение, он там сумел дожить. Ну, как бы все, здравствуйте, поражение. Вот с его челюстью его рассматривать фаворитом, ну, это сумасшествие абсолютное. Поэтому, как мне кажется, да, вот смотри, если, допустим, играть, например, 10 раз Жеральда Мишарда против нокаутеров Беспартера, да, за 1,4, я думаю, что мы будем в глубоком минусе, скорее всего. Вот, а если 100 раз, то, типа, ну, с банком можно будет попрощаться, да? Поэтому, ну, вообще, в сторону Барберина посмотреть, по идее, нужно. Ну, я лично не хочу, я в него не верю, он выглядит довольно печальным челом. Там, я думаю, одного перевода Мишарду с его навыками, по идее, хватать должно, по идее. Ну, а Барберину, в свою очередь, одного панча, возможно, хватать должно ударить. Он, в принципе, способен, всегда был, да, в своей карьере. Раньше, конечно, сильнее, да, и мы можем с вами помнить, как он очень серьезных ребят потрясал, да, в свое время. Ну, и это я еще мягко говорю, там, Леона Эдвардса, да, извините, как бы, человек тут чемпионит, а его Барберина там чуть не убил. Поэтому, ну, наверное, есть смысл такого человека рассмотреть, но просто субъективно он мне не нравится, вот субъективно, мне вообще он не нравится. А вот Мишарт мне, наоборот, нравится, потому что, ты знаешь, это такой аутсайдер, который постоянно всем портит прессы. Мне такие люди нравятся, я считаю, это красава. Ну, опять же, он намного крупнее соперника, он тренируется в килклифе, в топовом зале, он отрастил прекрасные красивые усы, да, сбрил бороду, поэтому я буду за него болеть, но не рекомендую на него ставить. Да, поэтому тут можно думать, можно гадать, выйдет Мишарт, пизданется, Барберина его накроет и Мишарт его сабнет. Вот это бой. Кого забирали, вы поймёшь. Правильно, неправильно, не угадаете, даже после боя непонятно будет. Поэтому, вот поэтому я и не люблю такие бои, когда вы выбираете, да, потому что, ну, здесь, как бы, бой хороший, не очень, да, потому что, ну, что сказать. Мишарт пробитый, Барберина просто покалеченный, да, вот, и они будут драться, да, вот UFC, вот он ваш UFC, да. Представьте, что бы они, что бы с ними сделали в ICA, да, просто страшно представить. Это убийство. Вот пришёл бы Барберина, сказал, хочу, я, 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 боец UFC, да, а это какой вес, извините, middleweight? Средний, просто, этот, Магомедрасул Гасанов такой, проходи. Проходите, да, блядь, приходите, ложитесь вон там вот, да, под шконкой. Про, это, это даже не, это даже не уровень бразильца будет, это будет уровень, я не знаю, просто, уровень подземелья, блядь, просто. Ну, реально, то есть, человек в 30, сколько там, 4 года, да, по-моему, ну, как бы, дерётся не очень. И вот, опять же, кого он потрясал в последний раз? Робби Лоулера. А он потряс его вообще, ну, как бы, да. А он его уронил, деда, блядь, старого, пробитого, нахуй, убитого, блядь, просто, человека, да, духовитого, да, красава, но человеку 40 лет. Он, ну, там, сколько ему было, 39, сколько там. Он его уронил, он его не уронил, вы думаете, он его уронил, нет, не уронил, вот, ну, он его не уронил, вот, ну, с другой стороны, он его потряс, он его победил, хотя бы, да, поэтому, как бы, шансы есть у Барбарена, есть, опять же, если вы скажете, там, ну, тогда здесь же БТМ, а я вам скажу, посмотрите, бой Петровский и Миша-то, а Петровский слабее бьет, чем Брайан Барбарена? А Петровский, вот, вот Брайан Барбарен у него шанс на нокаут, а у Петровский потенциально был шанс на нокаут и на саб, потому что, ну, Миш Мершер-то можно ёбнуть и душить, да, в итоге не получилось ни того, ни другого, да, поэтому, как бы, вот, я лично Барбарену брать не хочу, да, с одной стороны, там, Лоулера победил, молодец, там, Брауна передышал, молодец, Дерина Викса, там, вот этого говна из жопы. Лоулера тоже победил. Молодец, классно, здорово, отлично, говно, просто бои не смотрите, только слоулера, может быть, вот. А Интони Иви, блядь, ну, это вообще трэш просто, да. Что с ними делали, вот, что с ними делали люди посерьезнее, да, армбар, реднекий челк, нокаут, нокаут, да. Джейсон Витт, вот, сам потряс, Джейсон Витт его потряс, Джейсон Витт его потряс, быстро говорите, Джейсон Витт потряс, Джейсон Витт потряс. И через пять минут приходит осознание, что, как будто, как от небылица, вот это вот, типа, знаете, а лисички взяли спички, мое синее сожгли, да, мое синее... Джейсон Вит потряс У Джейсона Витта есть панч Но опять же Представляем на топ уровне Джейсона Витта Не очень Поэтому Конечно Глупо было бы говорить об этом бое серьезно Поэтому пишите свои мнения в комментариях Я лично поддержу Мысленно Джейсона Миршерта Надеюсь, что он победит легко И даже не упадет в нокдаун Да, пацаны, все мал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому